В лиге конференции состоялся второй тур. Прошли игры в 8 группах. Рассказываю о результатах. В конце будет список лучших бомбардиров. Группа А. Олимпия проиграла Словану 0-1. Отмечу, что победители этого матча не реализовали пенальти в первом тайме. Фарерский Клаксвик опозорил французский Лиле 0-1. Клаксвик нанес 2 удара поворотом против 13 гостей и 36% времени владел мячом. Таблица. Слован выиграл оба тура 6 очков. Лиль 4. Клаксвик 3-й. 1 очко. Олимпия 0. Расписание. 26 октября. Лиль встречается со Слованом, а Клаксвик с Олимпией. Следующая группа B. Брейдаблик Заря 0-1. Горбач забил единственный гол. Заря, который идет на предпоследовательном месте в чемпионате Украины, одержала первую победу в шести играх. Гент обыграл Макаби Тель-Авив 2-0. Мараканец Тис Удали, родившийся в Амстердаме, оформил дубль. В списке лучших бомбардиров невероятная ситуация, которую расскажу в конце. Таблица. Гент и Заря набрали по 4 очка. Макаби 3. Брейдаблик 0. Расписание. Астана проиграла Виктория 1-2, а Балканы неожиданно обыграли Динамо. Сагреб 2-0. Таблица. Самые лучшие шансы на выход из этой группы у Виктории 6 очков, а худший у Астаны 0. Расписание. 26 октября. Балканы. Астана и Динамо сыграет с Викторией. Две гостевые победы зафиксированы в группе D. Будюклимт Брюген 0-1. Ползочник сборной Бельгии Ваннакин, автор единственного мяча. Машикташ Луганов 2-3. Наглядный пример, когда одна команда ведет два мяча, но проигрывает матч. Подобный случай был во втором туре Лиги Чемпионов между Антверпеном и Шахтером. Таблица. Лугана, Брюген 4 очка, Башикташ. Будюклимт 1. Расписание. В следующий раз Лугана сыграет с Брюген, а Будюклимт с Башикташем. Результаты группы Е. Азе Легия 1-0. Голландцы получили удаление через 10 минут после того, как отпраздновали гол. Астан Вилла, Зринский 1-0. Шотландец Джон Магин забил на 94-й минуте. Таблица. Полное равенство в группе, ведь все команды набрали по 3 очка. Кроме того, у всех нулевая разница голов. Расписание. Следующие два тура Азе проведет с Астан Виллой, а Зринский с Легией. Переходим к группе F. Ферентина, Ференсфараш 2-2. Очень обидно венграм, которые пропустили на третьей добавленной минуте и упустили свою победу. Чукарички Гент 0-2. Таблица. Ференсфараш Гент 4 очка, Ферентина 2 и Чукарички 0. Расписание 26 октября. Увидим матч Генка и Ференсфараша, и Ферентины, и Чукарички. Группа G. Паок обыграл немецкий Айнтрак 2-1. Греки вырвали победу в компенсированное время, но никакой удачи тут нет, ведь Паок играет в последнее время хорошо. 6 матчей без поражений. Абердин Хик 1-1. Таблица. Паок набрал максимум очков 6. Айнтрак 3. Хик и Абердин, видимо, будут аутсайдерами. Расписание. В конце октября Абердин принимает Паок, а Айнтрак ждет Хик. Группа H. Норшелан разгромил Лудогорец 7-1. Дачанин Эрик Нюрген забил дубль. Спартак Тарнава, Фенербахче 1-2. Таблица. Ференсфара 6. Норшелан, Лудогорец 3. Спартак 0. Расписание. В следующем туре Фенербахче сыграет с Лудогорцем, а Спартак примет Норшелан. 16 игроков забили по 2 мяча. Фред из Фенербахче с тремя пасами является лучшим ассистентом. Рекомендую результаты второго тура и положение в группах Лиги Чемпионов. До скорого на спортивном!